Привет! Сегодня будет и влог, и в то же время распаковка. Еду я за S23 Ultra. Как и обещал вам, я покупаю этот смартфон и буду делать на него обзор в сравнении с другими смартфонами, которые у меня есть. Если будет возможность, то сравню и с другими, которых у меня нет, если мне предоставят в магазин. Ну, насчет магазина под большим вопросом. Ну, а так я буду стараться, конечно, наводить связи с магазином, для того, чтобы у меня было больше устройств на обзор, для того, чтобы узнать множество фишек, какие есть на них, и рассказать вам про них. Ну, и про сами устройства, конечно, тоже. Ну, что ж, посмотрим. Сейчас я иду к своему напарнику и посместиться с очень хорошим человеком и другом. И мы вместе с ним поедем в областной центр забирать этот смартфон. Надеюсь, все пройдет хорошо, все будет отлично. Ну, и скоро узнать, купил я его или нет. Ну, что ж, смотрим дальше. Самому интересно, что будет. Вот мы уже в Липецке. Я нахожусь на месте. К пункту выдачи приехал я чуть раньше, поэтому пришлось чуть-чуть подождать. Этот пункт выдачи работает от магазина QG.ru. Как вы знаете по предыдущим роликам, в частности по роликах с покупкой S21 FE, я закупаюсь там уже давно, года 3-4. Ну, честно, точно не помню. Ну, и когда пришло время, встретила меня Алла, жена Андрея. Молодая и красивая девушка, такая же общительная и добрая, как и ее супруг. От себя хочу поблагодарить Андрея и Аллу за ту атмосферу, которую они создали. Так и хочется возвращаться в этот магазин для новых покупок. Упаковка сделана похожей на Apple. В общем, в том году, когда я покупал S22 Ultra, коробка была просто заклеена. А сейчас появились новые стикеры. И очень жаль, друзья, что в погоне за так называемой экологией, Samsung начала использовать такие же тонкие коробочки, как и Apple, и перестала туда вкладывать зарядку. А мы все прекрасно понимаем, что это не экология. Что уменьшение размера коробки сделано только с одной целью, чтобы больше товара влезло в средство передвижения, которое доставляет его в конечный пункт. Ну да ладно, главное не только комплектация, хотя и это тоже немаловажно. Главное, что находится в самой коробке, то есть сам смартфон. Главное, чтобы он радовал, приносил в жизнь какие-то новые яркие ощущения. А так как железо тут самое мощное на данный момент, ведь Samsung заказала специально от SMC эксклюзивно для себя разовные процессоры 8 Ген 2, то очень хочется надеяться, что такая мощность поможет и в играх, и в обработке вычислительной фотографии, особенно в размере 200 мегапикселей, которые здесь тоже появились. Также корейцы поставили сюда более быструю оперативную память LPDDR5X. В прошлом поколении была просто LPDDR5. Моя версия по памяти 12256. И регион Арабские Эмираты. Как многие считают, это один из лучших после Вьетнама регионов для использования в России. Что ж, друзья, все прошло успешно. Купил я смартфон S23 Ultra. Буду тестировать дальше. Посмотрю, как Samsung Pay, точнее Samsung Wallet. Ну и другие функции. Обновление уже, кстати, прилетело. Так что все отлично. Фух, друзья, ну теперь это я дома, и в более спокойной обстановке могу наконец-то осмотреть и ознакомиться со своим S23 Ultra более подробно. И честно, не могу сказать, как это у них получается, но мне понравился тот экран. И больше, чем в S22 Ultra. В 23 серии, ну не знаю, как в остальных моделях, но вот в 23 Ultra, он реально лучше, чем на 22 Ultra. Вроде яркость такая же, и другие технические характеристики, все то же самое вроде. Но когда смотришь на экран S23 Ultra, понимаешь, что четкость стала больше. Наверное, из-за контрастности, резкости, которые тут явно поправили и улучшили. Хотя я думал, как уже говорил ранее, что стремиться уже больше не к чему, потому что это идеал. Оказалось, нет. Есть к чему стремиться, и нет предела совершенства, как говорится. Ну а по дизайну бока стали более плоскими. И, кстати, раньше было смартфон удобнее держать. Глазки камеры увеличились. Задник у смартфона остался таким же матовым. Это хорошо, на нем меньше остается отпечатков. Как на S22 Ultra. Тут все одинаково. А что у нас с быстродействием? Тут все стало лучше. Хоть и не намного, но, ребята, правда лучше. Ну а примеры того, как работает смартфон, как он открывает приложение, сейчас у вас перед глазами. Также я не смог удержаться и сделал тест Antutu, чтобы посмотреть хотя бы примерно, сколько он может выдать. Делал я его неправильно, так как нужно было перед этим зарядить его на 100%, а он у меня был заряжен всего на 50. Поэтому баллов он у меня выдал меньше, и оказался в мировом рейтинге на 9 месте. Ну и все тесты, которые нужны, я проведу в следующем видео. Так что, друзья, подписывайтесь, чтобы не пропустить дальнейшие интересные ролики. Ну и не забывайте поставить большой палец, и если понравилось видео, поделиться этим видео со своими друзьями и близкими. Ну а на этом все, друзья. Всем мира, любви, добра. Всем пока. До следующих встреч.